Банканский уже не работает, но до сих пор в центре скандала. Полиция нашла черную кассу с миллионами рублей. Получат ли вкладчики свои деньги, сегодня выяснял Роман Рыков. Банканский лишен лицензии в прошлом декабре, но Любовь Борисовна не может вернуть свои деньги и сегодня. Копила сыну на квартиру, понравился высокий процент по депозиту, в два раза выше, чем у других организаций. Потом оказалось, что вместо сотен тысяч на счету значится ноль. Но вкладчица отрицает, что снимала свои сбережения. Я говорю, как так ноль? Я, во-первых, здесь не была, в Красноярске, я была в Калининграде. У меня билеты есть и все, копии. И выписку я взяла, что 33-го, 0-10-го у меня была выписка, где написано, сколько процентов, какая сумма. Это вообще махинация капитальная. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Растрата». Следователи установили пропажу 20 миллионов рублей. И похищенных денег может быть больше. По данным полиции, в преступной схеме могло оказаться 600 вкладов. И сейчас правоохранители просят обращаться владельцев этих денег напрямую к ним со всеми выписками и документами. Временная администрация обнаружила в банке черную кассу. Часть клиентов числилась не в реестре, как положено, а в тетрадке. Так финансисты называют двойную бухгалтерию. Обыски сейчас проводит полиция. Под домашний арест отправлены два бывших председателя правления. Их фамилии известны нашей редакции. Было проведено 15 обысковых мероприятий, в результате которых изъяты электронные носители информации, финансовые документации, имеющие значение для уголовного дела, печати кредитных организаций, а также денежные средства. Крушение банка до сих пор больно бьет по тем, с кем он связан. Вести Красноярска рассказывали, как пенсионеры в Канске лишились субсидий, так как их платежи зависли и деньги за оплату жилищно-коммунальных услуг не дошли до отресата. Вернуть свои кровно заработанные жители края все же смогут. Агентство по страхованию вкладов гарантирует им выплату до 1,4 млн рублей. Роман Рикоф, Андрей Магомедов, Вести, Красноярск.